Вот смотрите, берем комплименты, женщина должна говорить мужчине, ты такой умный, у тебя такие большие мышцы, ты очень душевный человек. Вы понимаете, если это не исходит от женщины в ее искренности, в ее действительном желании сказать мужчине подобное, ну вот, будем честными, не каждый человек может блеснуть интеллектуальными способностями. Но если она ему делает, ты такой умный от того, что он в стульчак поднял, или собрал какую-то сложную конструкцию из трех предметов, ты такой умный. Или, например, сказал какую-то банальную фразу, как я вчера смотрел видео, значит, тоже одного эксперта, он там учит мужчин, значит, женщинами управлять. Господи, ну, такую банальщину несет, знаете, эти фразы, мне кажется, школьники себе когда-то вот, значит, статус называется, да, статус, статус это называется, подписать, типа, аккаунт свой. И из разряда «жизнь настолько плоха, что езжу на машине без крыши, пью старое вино и ем сыр с плесенью». Ну, мать моя женщина, я учился в школе, когда эту фразу, там, друзья мои старшие сестры, там, бандюковатые мужики шутили ходили. Уже 20 лет прошло, ребята, 20. Вот эта примитивщина, она просто поражает. Как можно быть таким примитивным и считать, что ты гений? Если она удивляется, если они на одном уровне развития, конечно, она будет удивляться. Это «Вау, ты такой остроумный, господи!» Ну, а если мы берем женщину, разумную, зрелую, женственную, сексуальную, с психологической зрелостью, которая любит себя в развитии, ну, она автоматически выбирает в своей жизни человека, которому захочется говорить эти комплименты. Причем тут вообще мышцы? Может, он вообще спортом не занимается? Дрыщавый, жилистый, у него вся деятельность – это здесь. Нет у него мышц, у тебя такие мышцы. То есть, мы не привязываемся даже к примерам. Мы говорим сейчас про искренность и про соответствие тому, что ты говоришь. Еще раз повторюсь, мы не можем наблюдать за тем, это только в мультфильме можно увидеть кабана, льва и еще кого-то, как они дружат, ходят, песенки поют. Ну, а в живой природе все по-другому, лев с львицей, носорог с носорогом и так далее, и так далее. Здесь то же самое. Мы не можем давать эту рекомендацию женщинам, применяя комплименты, если ты хочешь управлять разумом мужчины. Мужчине нравится, когда ты говоришь ему приятные вещи. Но эта приятность должна соответствовать личности мужчины. А если ты это придумываешь и говоришь ему, ты такой у меня умный и остроумный, а он пишет тебе сообщение и допускает 15 ошибок. Давайте пойдем дальше. Отметь его уникальность. Никто меня никогда не понимал и не понимает, как ты. Никогда не встречала такого внимательного мужчину. Но здесь очень сомнительный сам посыл. Никто меня не понимал, как ты. Женщина по умолчанию мужчине сообщает, что до тебя было много попыток найти того, кто понимает. И вообще, когда вы мужчине бессознательно даете понять, что он один из многих, даже если это так, это абсолютный провал. И причем здесь сама рекомендация противоречит тому, что мы видим в примерах. То есть, он говорит, отметь его уникальность. В первом же примере меня никто так никогда не понимал. То есть, все мужики, которые у меня были, не понимали меня, а ты меня понимаешь. Вопрос у мужчин адекватного. Все мужики тупыми были, может быть, с ней что-то не так, почему они ее не понимали. Начнутся сомнения. Нет, эту фразу, да, подчеркни его уникальность. Но можно сказать, ты знаешь, мне очень приятно, что ты так чутко и внимательно относишься к моему мнению. Что ты понимаешь меня, что ты разделяешь мои ценности, мой взгляд. Что даже если мы обнаруживаем какое-то разногласие, ты с пониманием и уважением относишься к тому, что я транслирую. Уникальность мужчины состоит в том, подчеркиваю, уникальности. Чтобы туда не всовывать своих прошлых партнеров, свои разочарования, бывшего мужа. Как помню, один парень мне говорит. Вот моя девушка постоянно мне говорит. Я так рада, что ты не такой, как мой бывший. Я так рада, что ты умнее, чем мой бывший. Я так рада, что ты более внимательный и романтичный, чем мой бывший. Ну нахер на, я постоянно, у меня ощущение бывает, что вот он сейчас постучит в дверь. Зайдет, здравствуйте, я икаю весь день, вы меня случайно не вспоминаете? Ну конечно вспоминает, не нужно этого. Нигде не встречала такого внимательного мужчину. А, то есть ты ходила куда-то искать внимательного мужчину? Ну не надо. Подчеркиваю, уникальность целенаправленно и индивидуально. Здесь очень важный момент, на который я хочу обратить внимание. Девушки, дорогие мои, вы даже себе представить не можете, что большая часть из вас своими речевыми конструкциями уничтожаете в мужчине все желание идти с вами на контакт очень часто. И да, вы можете сейчас в комментариях написать, да лучше бы про мужиков сказали, мы сейчас про вас говорим. И мужчины такие тоже есть. Вот на него смотришь со стороны, вроде бы такой мужчина приятный. Как рот откроет, вся его привлекательность, брутальность и желание вообще с ним продолжать общение рушатся. И такое бывает. И мы, и вы совершаем просто катастрофические ошибки, используя свои речевые коды и свои речевые послания. Вот чтобы понять, как женщине выстраивать отношения с мужчиной, которые приводят к созданию семьи, к развитию совместному, к изобилию. Под этим видео есть ссылка на мои бесплатные мастер-классы. Переходите по ней, изучайте тему, понимайте, как проявлять свою сексуальность, каким образом выходить на контакт с мужчиной, как работать со своей зрелостью, женственностью, со своей психикой. Изучите себя. И тогда отношения с мужчиной будут всегда приносить только радость и удовольствие. И вам не нужно будет смотреть рекомендации вот этих экспертов, которые примитивные вещи преподносят вам как залог вашего успеха. Следующий момент, меня это прям вымораживает больше всего, честно скажу. Всели в него веру в себя. Чтобы это звучало убедительно, ты должна искренне в это верить сама. Ну, понятно. Мой дорогой, я уверен, что ты справишься. Я уверен, что ты найдешь самое лучшее решение. У тебя все получится, я верю в это. Я это просто знаю. Вы понимаете, что во всех этих трех рекомендациях одна сплошная манипуляция. Возможно, человек, мужчина, человек при столкновении с какой-то ситуацией, проблемой, примет решение вообще с ней не справляться. Она не моя ситуация. Вот он начал какой-то проект, и все складывается против. И он постепенно делает выводы, что он совершает ошибки. Это нормально. Что ему нужно отказаться от этого проекта. Это тоже нормально. Он не камикадзе предприниматель. Но в этой ситуации он слышит от нее, ты справишься, ты сможешь. Я верю в тебя, я знаю, ты красавчик. И тут у него это манипуляция. С одной стороны, я, в принципе, готов забыть про это и пойти дальше. С другой стороны, бессознательно будет думать, так, если я не справлюсь с ситуацией, буду слабаком. А если моя женщина в меня верит, то пускай она верит сколько угодно. Да, успех мужчины, наш мужской успех, он действительно, я бы даже сказал, глобальнейшим образом зависит от женщины. Но не с позиции нашей структурированности, а с позиции условий, в которых мужчина может даже проживать стресс. И если у него и так проблемы, она ему с порога, я в тебя верю, смс-ками ему, ты сильный, ты могучий. Да, я не хочу сейчас быть могучим. Может быть, я хочу услышать фразу, как я могу тебя поддержать. Что я могу для тебя сейчас сделать. Что бы ты хотел сейчас сделать, какую ты хочешь получить от меня помощь, возможно, надо услышать своего мужчину. Есть мужчины, которым не нужна эта помощь. Он скажет, я хочу побыть один. Окей. А он скажет, ты знаешь, может быть, уедем куда-нибудь на пару дней, хотя бы вместе проведем. Не нужно вот этими посылами, ты справишься, ты сильный, ты такой, ты крутой. Не нужно мужчину еще больше раздражать. Для того, чтобы понимать, как поддерживать мужчину, нужно задавать ему эти вопросы. А все, что здесь рассказывается, это манипуляция конкретнейшая, плюс попытка обезопасить себя. Знаете, почему женщины так часто говорят мужчинам? Не потому, что они хотят, чтобы он справился с ситуацией, а чтобы убедиться в том, сможет он с ней справиться действительно или нет. Вот в семье проблема, мужчина терпит финансовый кризис, а у них есть долговые обязательства, стройка идет, деньги куда-то вложены, автокредиты, ипотека и так далее, инвестиционные проекты. Естественно, у любой женщины, которая заточена на продолжение рода, любит свою семью, у нее возникнет паника, это нормально, она будет переживать. И когда вы идете на контакт с мужчиной и даете подобные советы ему, поддержку подобную, вы это делаете для того, чтобы услышать от мужчины фразу, «Любимая, я все решу, не переживай, все будет нормально». И эта женщина будет ходить до конца к мужчине, пока не услышит эту фразу. Поэтому очень часто мотивация мужчины, она не столь направлена на самого мужчину, а чтобы у себя успокоить. Успокаивайте себя в кабинете у психолога, либо на моих мастер-классах бесплатных, под этим видео есть ссылка. Там и про женственность, и про сексуальность, и про самооценку, и про отношения с мужчиной, и про зрелость психологическую. В открытом доступе, никуда ездить не нужно, ничего не нужно за это платить. Посылки перешли, регистрацию прошли, и изучаем себя, обучаемся. Дальше, отмечай его власть. Мужчина от этого в восторге. Ты очень влиятельный человек, ты самый сильный. Ну, каждый мужчина оценивает себя и знает, кто он. Он все в порядке, поверьте, и у меня, и у Саши, и у Ильи, у нас у всех все в порядке. И каждый из нас понимает, что мы не самые сильные, что мы не самые влиятельные. Вот эта рекомендация, она очень обобщенная. Если ты хочешь подчеркнуть авторитет мужчины своего, подчеркивай его авторитет для себя. То есть, ты должна показать своему мужчине, что он является авторитетом для тебя. Что ты его считаешь. Для меня ты самый сильный. Для меня ты самый крутой. Для меня ты самый прекрасный. Самый удивительный. Самый романтичный. Самый умный. Самый мудрый. Вот для меня. Вот когда я понимаю, что есть такая женщина, для которой я не мужчина, а просто распрекрасный принц на белом коне. Это одна часть. А когда вы даете мне возможность не воспринимать, допустим, мне женщина моя говорит, ты самый сильный. То есть, я от ее комплимента уже оторвался. Я ушел в анализ, потому что я понимаю, что ну как я самый сильный. Вот ты для меня самый сильный. Вот здесь, да, я начинаю размышлять. Сейчас. Не забывайте благодарить, особенно за помощь. Спасибо за твою ласку, нежность и заботу. Ну вот по поводу благодарности я согласен. Но опять же, не за что-то благодарят мужчину. Мы находимся в отношениях друг с другом не с позиции благодарить, любить за что-то. Мы идем в отношения для того, чтобы быть в взаимообмене. И я тобой восхищаюсь, я тебя благодарю не потому, что ты мне что-то делаешь, потому что я тебя выбрала. Это уже основание быть благодарной. И очень многие женщины совершают ошибку, когда не благодарят своего мужчину за даже какие-то мелочи. Вот она думает, когда он станет успешным, я буду его благодарить. Нет, если ты его не будешь благодарить сейчас, когда он станет успешным, его будет благодарить другая женщина. И ты должна быть к этому готова. То есть, мужчина достоин благодарности на любом этапе ваших отношений. Потому что, если ты выбрала себе мужчину, которого тебе не за что благодарить, то здесь сомнительная история уже связана с тобой. Либо у тебя проблемы с самооценкой, еще какие-то проблемы. Но явно выбор абсолютно не зрелый. Часто же женщины мне пишут, вот вы говорите про благодарность. За что я должна благодарить своего мужчину, если он целыми днями там работает, в выходные он на охоту, а я с семьей. Нет, подожди. А ты в то время, когда он на охоте, на улице сидишь под дождем? Нет. Вы накормлены, одеты, обуты. Вы летаете на отдых. Дети ходят в какие-то кружки, там частные секции. Учатся в хорошей школе. Ты ездишь на дорогом автомобиле. Это все происходит в вашей жизни вот так по щелчку, что ли? Это является основанием не благодарить? Очень часто мужчина просто не хочет домой идти, из-за того, что там он встречает ворчливую, суровую, вызывающую чувство вины женщину. И таких женщин очень много. И ведут они себя так только по одной простой причине. Первое. Миллионы женщин не готовы к отношениям с успешным проявленным мужчиной. Это факт. Вам нужен такой домашний котик, кролик. С восьми до шести отработал, в магазин зашел, пришел в поле вашей видимости, пусть даже с банкой пива на диване. А успешный мужчина так не будет приходить. Он будет в постоянных делах, разъездах. Да, он будет находить время на семью. Будет стараться это делать. Но там мы уже наблюдаем совершенно разные приоритеты, которые мужчина расставляет для себя. И здесь нужно выбирать. Есть семьи, которые не имеют запроса на суперизобилие. Да, и, конечно, они находят такой комфорт совместный. Мужчина пришел домой с работы, они по парку гуляют там-сям. В этом есть много плюсов. Но есть и минусы определенные для семьи. Они не всегда могут удовлетворить свои потребности. Есть семьи, для которых развитие является нормой. Потому что и женщина в развитии, и мужчина в развитии. Он уже не может быть более домашним котом. Все очень индивидуально. Но вне зависимости, каким является ваш мужчина, либо он такой домашний, семейный мужчина, либо он завоеватель, достигатор, благодарность должна присутствовать всегда. Равно как и благодарность со стороны мужчины по отношению к своей женщине. Приводите свои отношения в порядок, учитесь понимать друг друга и подписывайтесь на мой канал.